Вот и подходит к концу 2018 год, наверное самый спорный в игровой индустрии за последнее время. Но не стоит отчаиваться, ведь переворачивая страницу календаря, большинство людей делает выводы из своих поступков, которые они совершили за последние 365 дней, дабы их неудачи не повторились. Вы не поверите, но и в наших рпгшных мирах персонажи, выдуманные разработчиками или игроками, тоже отмечают окончание года, а у каждого мира есть свои традиции и ритуалы. Об этом мы и поведаем в нашем новом видео. Вы на канале RPG Geeks, и сейчас мы расскажем вам об аналогах нового года и рождества в мире ролевых игр. World of Warcraft. Зимний покров. В Азероте праздник Зимнего покрова или Большой Зимний праздник начинается с 16 декабря и длится вплоть до 2 января. Особенно близок этот праздник Дворфом и Тауреном. Снег почитается как символ скорого обновления. Название праздника Зимний покров произошло от имени сверхъестественного существа, Титана, известного во многих культурах как Дедушка Зима. Аналог Санта-Клауса. Он пролетает над землями Азерота, укутывая их в зимнее одеяло. В легендах говорится, что Дедушка Зима дарит подарки тем, кто приветствует его приход. Отсюда родилась традиция раздавать подарки. Для других народов праздник Зимнего покрова просто повод повеселиться без оглядки на легенду. Впрочем, обычаи, включающие обмен подарками, прижились и в современной культуре. Из могучего Титана Дедушка Зима превратился в рекламную фигуру. Из-за этого в Азероте можно встретить целых два таких деда. Один приезжает в Стальгорн и проводит праздник для сторонников Альянса, а второй посещает Аргримар, где приносят радость воинам Орды. Жители Азерота готовят угощения в виде молока и печенья, который голодный дед поглощает в невероятных количествах. Хозяева таверн украшают свои заведения. Молодежь играет в снежки, гоблины из семьи Деньгозвонов открывают праздничные лавки, а влюбленные парочки уединяются для поцелуя под Амелой. Все как у нас. Ну, кроме разве что гоблинов. Даже в Нордсколе местные чудовища проникаются духом праздника и наряжаются в новогодние одеяния. Но из года в год рассеянные гоблины из организации пастбища Дымного леса то и дело теряют свои новогодние подарки по пути к жителям Азерота, которые похищает пробудившийся омерзительный Гринч. Также явно не везет одному из оленей Дедушки Зимы по имени Метцам. Его каждый год похищают то клан Черного Железа, то фребустьеры Южных морей, а отважным героям приходится его спасать. Ведьмак Юлли Придумывая этот праздник, Сапковский опирался на древнегерманский праздник Ёль, во время которого отдают почести Дикой Охоте и богу Одину. Ёль – праздник середины зимы. В честь самой длинной ночи в году проводился большой праздник, так как средневековые германцы ожидали возрождения короля Дуба. Солнечного короля, дарующего жизнь, который согревал замерзшую землю и пробуждал жизнь в семенах, хранившихся в ее лоне всю долгую зиму. На полях разжигали костры, а урожай и деревья благословляли, распивая пряный сидр. Дети ходили из дома в дом с подарками в виде гвоздики и яблок. По традиции проводились пения языческого гимна, благословение деревьев, сожжение Ёльского полена, украшение Ёльского дерева, обмен подарками, поцелуи под Амелой. В Неверленде очень мало информации по данному празднику. Известно, что его, как и Ёль, отмечают 21-22 декабря, в день зимнего солнцестояния, или Мидин Ваерне, по-эльски. Также известно, что праздник Юли берет название из второго месяца эльфского календаря, с одноименным названием. По традиции, как и у нас, на Юли наряжают елку. А еще в сочельник Юли принято гадать и ворожить. Молодые девушки гадают по венку из Амелы, которое надо б набросать через плечо. Ворожат также на шариках из мекины калача и костях от съеденной рыбы. Драгон Эйдж. Первый день. По Тедоскому календарю, празднование Нового Года выпадает на первое число января, которое тут имеет название Веременсис или Зимоход. Праздник, в первую очередь, используется для того, чтобы собраться всей семьей с разных уголков мира под одной крышей и убедиться в том, что все живы. Да-да, именно так. В этот день семьи Тедоса в основном приветствуют в своем жилище только близких людей. В крайнем случае соседей, что больше похоже на День Благодарения. Родственники собираются и начинают хвастаться своим ремеслом или талантами. В остальном праздник аналогичен земному. Люди гуляют, пьют, играют в снежки и наряжают новогоднюю елку. Поэтому нет смысла задерживаться в Тедосе. Поехали дальше. В Тамриэле, как и в Тедосе, встреча Нового Года приходится на 1 января или первый день Утренней Звезды по местному календарю. Праздник посвящен возвращению Магнуса, то есть Солнца. Другими словами, с этой датой дни становятся длиннее и начинается новая жизнь. Перед празднованием в городах начинают появляться длашатые Новой Жизни, так называемые добровольные организаторы праздника, которые в обычные дни занимаются своими делами, а в канун Новой Жизни берут бочонок Эля и начинают угощать им всех желающих. Кстати, именно в этот день веселка гольф-таверных наливают бесплатно. Наверное, после праздника в гильдиях магов Школы Восстановления потом поступает огромное количество больных с поврежденной печенью. Также каждая раса Тамриэля имеет свою уникальную традицию, связанную с праздником. Альтмиры собирают деньги и одежду, которые пойдут на благотворительность. Органиане собираются возле рек и рыбачат, после чего отдают улов старикам и инвалидам. Босмиры закидывают всех вокруг комками из грязи. Бретонцы и имперцы устраивают представления, дабы выделиться среди других. Данмеры отмечают праздник особым танцем, имитирующим подожженные лавой ноги. Каджиты устраивают соревнования по воровству и взлому замков. В Скайриме жители прыгают в ледяную воду и соревнуются в метании якоря. Арсимеры устраивают застолье, после которого требуется как можно громче рыгнуть. А Ридгарды устраивают соревнования, в которых требуется повторить подвиг того или иного хаммерфельского героя. На этом у нас всё. Мы рассказали вам о том, как празднуют Новый год в мирах ролевых игр. Всех с новым 2019 годом! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok